А Влади Бать бесконечной мудростью, которую он нам передает, мы стараемся ее, эту мудрость, получить. И когда мы ее получаем, дальше стараемся ее применять. Надеюсь, что все у нас получится. Наверное, она не может не получиться. Просто вопрос, в какой мере получится и насколько хорошо то, что получается, конечно же, получается. Итак, кстати, мне интересно, пишите больше свои комментарии, отзывы, как у вас получается. В телеграм-канале, в Айкере, там есть группа, и можно отвечать на вопросы, задавать вопросы, можно писать, как у вас дела. Очень интересно было бы узнать, какую пользу вам приносит уроки Торы и какую пользу вам приносит конкретная книга, книга Коэля «Экклезиаст». Хорошо, дорогие друзья, все, мы продолжаем изучать. И мы дошли до того, что Царь Слава нам говорит, что есть такая ситуация. Вчера мы как раз это изучали, на этом мы остановили, что есть такая ситуация, что есть праведник, и ему плохо, есть злодей, и ему хорошо. Он говорит, что это временно все, это нужно сразу понимать, что это не. И вообще-то и временно, и не по-настоящему. Ну, бывает, что на какой-то момент человек задумается об этом, да, он скажет, ну, а почему так? Ну, это же несправедливо, скажет человек. Значит, ну, Царь Слава, он говорит, со Всевышним не надо вступать в ни в какие вообще рассуждения, потому что это неумно. Всевышний, мы же не знаем всю картину. Всевышний, он знает, и не надо лезть не в свои дела, грубо говоря, да. Вот очень много людей лезут не в свое дело, вмешиваются в чужие какие-то конфликты. Он, Царь Слава нам говорил в притчах, да, в притчах, он нам говорил, что не власть в ссору, которая не твоя. И люди вот, сколько людей, значит, влазят, обсуждают какие-то политику. А это же не ваше, вообще не ваше дело, от чего вы лезете, да. Человек, который не жертва мериде, ему какая разница, что там происходит в... Ну, образно, не будем сейчас углубляться. То есть, Царь Слава нам говорит, все справедливо, просто иногда мы не видим и не понимаем всех нюансов этой справедливости. Поэтому он переходит сейчас, сегодня вот важнейший такой урок, потому что эта фраза, она... Я часто ее когда-то использовал, она, можно сказать, мне очень сильно в жизни помогла. Я же когда-то, давно еще учил Каэллетт и написал вначале одну книгу по циклу уроков. Вышла эта книга, просто это были как распечатки и расшифровки уроков до первого цикла. В этом весь человек. А сейчас выходит, как раз все уже, буквально она должна выйти уже в ноябре, точно. С Божьей помощью, значит, издательства книжники выпускают мои комментарии. Уже так, отрывок, отрывок, как будет, как двухтомник с притчами. Очень я жду. Это мы уже изучаем второй, третий раз изучаем. Я сейчас хочу наизусть выучить, вот как раз я учу наизусть эту книгу. Уже первую главу почти выучил наизусть. Повторяю каждый день, да, то есть там очень, совершенно по-другому все открывается, когда учишь наизусть, и когда у тебя оно как бы все вместе открыто, да, все отрывки сразу, и ты видишь какие-то там закономерности. В общем, этот отрывок, который сейчас сегодня в седьмой главе, вот к нему подошли, он мне когда-то очень помог. И я считаю, что, слава Богу, ну вот в том, что получилось у меня выстраивать более-менее гармоничную жизнь, и благодаря этому отрывку во многом. Говорит царь Салмон такую вещь. Очень парадоксально, вам ни один раввин так не скажет, но он, царь Салмон, он говорил, «Аль-ти-э-цэ-ди-кар-бэ, не будь слишком праведником». Представляете такой? Царь Салмон, мудрейший из людей, построил храм. И говорит, «Аль-ти-э-цэ-ди-кар-бэ, не будь слишком праведником». Валь-ти-тхакэм-ю-тэ, и не будь слишком умным. Лама-ти-шумэм, зачем тебе быть шмама, это как бы, слово шмама, я даже не знаю, как точно перевести. Тишумэм, это, ну-ка, сейчас мы посмотрим, как это переводит. В общем, будет тебе нехорошо, вот так вот. Будет тебе нехорошо. Лама-ти-шумэм, это, в общем, придешь ты шимамон нефеш, это такое состояние в душе, когда тебе плохо. Ли-ац-вуд, вы-ли-ди-кар-бэ, и в депрессию. Значит, говорит царь Салмон, что если ты будешь слишком большим цариком, и если ты будешь слишком умным, то ты придешь к очень большому внутри огорчению, и, значит, что, и даже к депрессии можешь прийти. Представляете, от большого ума. Это как раз перепрекается с тем, что он в конце первой главы сказал, последний отрывок, он сказал так, что киберов, хахма, равказ, когда увеличивается у человека мудрость, увеличивается у него гнев, и когда увеличивается у него даат, добавляет он познание, да, у него увеличивается боль. А здесь он говорит, не будь слишком цариком, праведником, не будь слишком умным. Это приносит тебе совсем не тот результат, который ты ожидал. Но здесь вот обратите внимание на слово «альте цадик арбэ». И где вот эта граница, чтобы и не быть слишком умным? Мы-то с вами не слишком умные, правильно? То есть мы эту границу явно не перешли. Мне вообще нравится, и шутка такая, мне нравится позиция, значит, министра образования нашего, да, значит, тоже я не люблю слишком умных. То есть позиция министра образования, что он не любит слишком умных. Значит, где эта граница? Где быть слишком цариком, где быть слишком умным, да? Вот тут эта граница, она заключается в том, я вспоминаю все время одного своего хорошего знакомого, который приятель даже, то есть вначале мы были приятели, но потом он стал слишком большим праведником, и потом он стал слишком умным, то есть он начал углубляться в изучение каббалы, потом он начал изучать, на такие вещи он стал, как, знаете как, вот есть уровень соблюдения заповедей, есть Бедеевы, да, выполнил, то есть считается выполнил, да? Есть Лихадхила, изначально так надо, и есть Лемядрин, это для великолепных, да, те, которые хотят выполнять великолепно. А есть еще выше этого те, которые цадники, да, такие праведники, которые, ну вот просто они там на воду дуют, ну, в общем, вот такие вот. И эти люди, они все время, когда они на вот этих деталях, которые эти детали, может, они не так и важны, но для того, чтобы знать, где деталь, где не деталь, надо знать Тору, то есть нужно быть не самому выдумывать себе, да, а нужно знать. Те, кто на себя захватывает слишком большой уровень праведности, и слишком большой уровень, слишком они умные такие, то они остаются чаще всего одни, то есть они всех считают дураками, все по сравнению с ними не очень, и, значит, ну, это путь одиночек таких. Теперь вы сразу подумаете, о, значит, так что теперь делать, будем теперь, значит, не будем дальше учить Тору? Он говорит, нет. Альтер Шарбе, и не будь слишком злодеем, Вальтер Сакаль, и не будь слишком дураком, Лама Тамуд Блейтеха, зачем тебе умирать раньше срока? Он говорит, здесь ошибка очень-очень дорого, потому что если ты, с одной стороны, не надо быть слишком, с другой стороны, есть нижняя граница, а если ты ее перейдешь, тогда ошибочка вышла, да? Теперь люди, которые, например, в моем поколении, вот когда я в 2000 году, Хазар Тибетшува, да, тогда было целое движение с 90-го по 2000-й год примерно, было огромное движение, Алия было, много людей из бывшего Советского Союза приезжали в Израиль, и было огромное-огромное движение, было там, Эши Тора, Хаббат, значит, ну, очень много вкладывали в то, чтобы русскоязычные евреи, которые не имели возможности в Советском Союзе соблюдать, до 90-го года было все запрещено, и думали американские, религиозные евреи, что сейчас, вот сейчас приедет вся эта Алия, миллион человек русскоязычных евреев, и все начнут в Израиле сразу соблюдать заповеди, надо только им помочь. И они выделили на это, там, 50 миллионов долларов, мне говорили, был бюджет у Эши Тора организации, ну, огромные-огромные бюджеты, огромные деньги на то, чтобы помочь русскоязычным евреям вернуться к Торе. В результате, в результате, ну, вернулось, так вот, именно к Торе стали ортодоксами 5000 семей. То есть, лучше бы эти деньги раздали, раздали бы всем соблюдающим, этим 5000 семей лучше бы раздали, потому что они и так стали бы религиозными, например, ну, то есть, и вот те, которые пришли уже в религию, то они пришли и попытались стать, многие, я просто свой опыт рассказываю, стали соблюдать, вот, по максимуму, да, как ортодоксальные семьи. А что такое ортодоксальные семьи, которые из поколения в поколение соблюдали Тору? У них выстроена вся инфраструктура, мышление, у них, например, настроена голова, что, ну, сколько Бог дает детей, столько есть. В ортодоксальной религиозной семье, из поколения в поколение, в каждой семье много детей, у них есть инфраструктура, система дяди, тети, братья, сестры, как воспитывать детей, каким образом, там, вот, ну, то есть, у них выстроено поколениями вот этот способ жизни, когда они живут отдельно в деда, ну, грубо говоря, в деда, да, когда они живут, совершенно не обращая внимания на внешний мир, то есть, они ходят в своих штрамелах, вот у меня есть, там, рядом, ну, я живу же в ортодоксальной среде, в ортодоксальном районе, вот есть семья одна, да, у них там 9 детей, они все в штрамелах, да, они все уже женились, у всех уже дети, то есть, моему возрасту, у него возраста человек приходит в синагогу, а у него уже 20 внуков, да, то есть, ему 50 лет, у него 20 внуков, 8 детей, значит, и все в штрамелах, и, значит, и жены у них готовы к этому, да, то есть, как бы, ну, все у них, у них это все было выстроено, вся эта инфраструктура, и приходит туда парень, у которого он один сын в семье, женился на девочке, у которой она одна в семье, родители, родители не религиозные, и, ну, что, давай-давай, значит, 8 детей у них, а что с ними делать с 8ми детями, никто не понимает, ни как зарабатывать, ни что делать, родственники все не религиозные, папа поет, все равно он как выпьет, значит, поет пионерские песни, и все, и вот эти люди, которые держались за вот этот ортодоксальный образ жизни, прошло 10 лет, дети выросли, у них работы нет, профессии нет, ничего нет, и они реально, им стало тяжело очень, я смотрю сейчас очень многим людям в ортодоксальном, религиозном обществе очень тяжело, потому что, как бы, вот это первое поколение, второе поколение, оно еще, знаете как, когда это уже 10 или там 20 или 100 поколений, у них уже есть такой иммунитет ко всему, а у многих нету, в общем, сказал царь Саанон, айти, цади, карбе, не будь слишком правильником, не будь слишком умным, не углубляйся слишком глубоко в знания, потому что умножающая мудрость, вот эту вот хатму, умножает гнев, гнев Бога, прежде всего на себя, потому что, чем больше ты знаешь, тем ближе ты приближаешься к Богу, чем ближе ты приближаешься к Богу, тем больше видны все твои темные пятна, и он дальше продолжает, смотрите, что он говорит, не будь слишком злодеем, с другой стороны, и не будь слишком дураком, зачем тебе умирать раньше срока, нарушение духовных законов, даже которые ты не знаешь, оно не спасает от ответственности, потому что человек, который идет на красный свет, нельзя идти, это трасса, там машины быстро ездят, и от того, что он не знал, что на красный идти нельзя, он просто не слышал про это, его, как бы, он в опасном месте все равно находится, понимаете, если ты зашел под стрелу, а написано, нельзя стоять под стрелой, а ты читать не умеешь, или там, нельзя курить на заправке, а ты не читаешь на иностранном языке, заходишь в заправку, и куришь возле заправщика, да, то, зачем тебе умирать раньше срока, ты можешь, нарушив какие-то очень серьезные законы, ты можешь, значит, подставить себя под удар, значит, 18 отрывок, он нам дает рецепт, он нам дает рецепт, что нужно, он говорит, то в ашарте и козбазе, он говорит, хорошо, если ты будешь держаться за это, за духовность, в гамми зе, лотанахет ядеха, и от этого ты не, уберешь свою руку, имеется ввиду, от материального мира, от работы, от денег, от так далее, я побыв в религиозном мире, я был где-то с, вот в таком ортодоксальном, ортодоксальном, мир ешив, где я только учился, только учил Тору, вообще ничего больше, в Колеле был, пять лет я прожил так, пять лет, мы жили где-то год, полтора года на Дзнаку, то есть кто-то открыл счет в магазине продуктовом, и 200 долларов, на 200 долларов, я даже не знаю, кто это был, потому что нам реально не хватало, мне платили стипендию, в Колеле 300 долларов в месяц, а за квартиру мы платили 250 долларов за аренду, в Эджемаше, и у меня жена, которая сейчас, слава богу, дай бог ей здоровья, ну, слава богу, значит они, все у нас хорошо, но в то время она ходила, у нас не было кондиционера, ходила с ребенком в супермаркете, чтобы под кондиционером постоять, то есть вообще не было денег, и так живет вот, ортодоксальное общество, оно именно так и живет, и еды не было просто, так теперь, в 2005 году я понял, что надо работать, начал преподавать, заниматься психологией, коучингом и так далее, то есть я понял, что надо совмещать, почему, я прочел этот отрывок, он говорит, значит, давайте еще раз прочтем этот отрывок, то ваш артехоз базе, хорошо, когда ты держишься за духовность, и это для тебя главное, говорит здесь даже в комментарии, он интересно отмечает, Рафзе Меркоин, что хорошо, если ты будешь держаться сильно за это, за Тору, за заповеди, и это будет главное твое, за что ты держишься, вегам мизе, а также от этого, ми царкео рамазе, от нужд этого мира, которые нужны для того, чтобы хорошо жить, ты не уберешь свою руку, то есть, но ты должен все равно, как бы, правой рукой держаться за духовность, за Тору, а левой рукой держаться за материальный мир, теперь, ну как определить, где здесь, где здесь, вот точно, как бы, определение, он говорит, Тору, кто боится Бога, боится всесильного, он пройдет по всем, по всем, значит, ну выйдет во всех сложных ситуациях, найдет правильную дорогу, как, тоже царь Самон в притчах, он нам говорил, Беколь Драхехадея, он на всех своих путях познавает Бога, в Уи Ашер Архатеха, и он выберет мне твои дорожки, то есть, главное, чтобы у тебя был, вот, главное твое чувство, эмоциональное стремление, и главное твое намерение, оно должно быть направлено на то, чтобы, был коннект со Всевышним, это называется в иудаизме, трепет перед Богом, страх перед Богом, ощущение, вот это вот, постоянной связи, эмоциональной со Всевышним, и, что это должно быть первым, да, вот для тебя, главным чувством, и главным таким светом, он в конце Куэлита, я сразу вам скажу, чем он закончит, он скажет, совдавар, в конце концов, все понятно, Бога бойся, вот это главное, потому что, если есть и рад всесильного, страх всесильного, именно страх, потому что, знаете как, я по себе наблюдаю, когда все хорошо, ты расслабляешься, очень сильно расслабляешься, страх, с одной стороны, это негативная эмоция, но она включает, теперь в жизни, я пытаюсь сейчас идти ко всему через счастье, чтобы идти только через счастье, любовь, благодарность, все, но это, это классное, приятное чувство, но вот это чувство, оно, ну, это как такое, ты летаешь, тебе хорошо, но ты летаешь, теперь, в обычной жизни, особенно раньше, была жизнь тяжелая, жизнь была дико тяжелая, и очень много всяких вокруг негативных событий, и так далее, то есть, для того, чтобы победить этот негатив, окрестный, то, что вокруг, окружающий, нужен был очень сильно страх, страх он сильно включал, и страх перед Богом, он выключал все остальные страхи, поэтому он говорит, что это и является вот этим вот, пока у тебя включен этот трепет перед Богом, ты разберешься в любой ситуации, дальше он говорит, хахма, вот эта божественная мудрость, таос ли хахам, она даст силу хахаму, мудрецу, миасара шалетим ашер аюбаир, чем 10 властителей, которые были в городе, значит, что здесь имеется в виду, вот человек, он получает постоянные сигналы, из внешнего мира, от других людей, какие-то, там, я не знаю, тут возьмем просто, идет человек по улице, да, у него есть внутреннее какое-то стремление, куда он идет, направление, теперь, но тут ему дорогу перекрыли, значит, он повернул налево, тут, значит, какой-то на него напал пьяный, значит, он после этого пошел в травмопункт, в травмопункте он влюбился в медсестру, то есть, он уже куда шел, он забыл, то есть, человеком управлять, потом сирена прозвучала, и он, значит, убежал в бомбоубежище, да, потому что, какие-то дуратира, где-то они стрелять начали, то есть, человек, он, в принципе, у него есть внутри, какой-то его внутренний мир, который тоже, этот внутренний мир, он очень, очень запутанный, да, то есть, потому что, если посмотреть на мышление человека, то у него, а у нас в квартире газ, а у вас, а у нас водопровод, вот, а у нас сегодня кошка родила вчера котят, надо фильм посмотреть, а мне тот, блин, забыл, то, забыл это, то есть, мозг человека, он просто такой хаос, вот это все царь Саамон, он назвал, шаритин, это те, кто властвует, те, у кого есть сила тебя сбивать, так он говорит, смотри, для того, чтобы выстроить жизнь, вот такую вот гармоничную, за это держаться, за это не держаться, не быть слишком праведником, и не умничать, но не быть слишком злодеем, он говорит, только хохма, хохма это божественная мудрость, она даст силу, противостоять, вот этим всем, отвлекающим факторам, а как мы знаем, ну то есть, как узнать, это настоящая мудрость, или не настоящая, вот, вот это как раз, значит, следующий ответ, следующий отрывок, те, Адам энца гигбаарет, что нету человека, праведника на земле, нету человека, видите, как он пишет, человека, это, человек это что, это тело животное, даже можно сказать, не животное, таблица Менделеева, смешанная с водой, если перейти на уровень, рассмотреть, кто такой человек, то первое определение, это вертикально ходящая лужа, с грязной водой, то есть, прах, который размешан с водой, если человека, не дай бог, там, кого-то в печку положили, и воду выпарили, останется горска пепла, вот это тоже человек, да, воду выпари, останется пепел, хорошо, значит, это одно описание, второе описание, это 80 килограмм, значит, мяса, и, значит, каких-то нервных внутри, пронизанных нервными окончаниями, и это тело, оно управляется инстинктивным, ректильным мозгом, в котором сверху есть мозг млекопитающего, чечечное млекопитающее, который, ну, вот, чистое млекопитающее, случка, размножение, там, все, молоко идет, значит, это другое описание, дальше человек, это интеллектуальная система, у человека есть в голове, там, по-моему, около 7-8 типов интеллекта, выделили на сегодня ученые, эмоциональный интеллект, и там есть еще, ну, около 7 видов разных интеллекта, это программы, интеллект это программное обеспечение, которое вообще непонятно, как работает, очень крутое программное обеспечение, очень сложное, как ты видишь, например, ну, как у компьютера, ты видишь человека, ты его до этого видел, там, 10 лет назад, у тебя ум находит ту ячеечку в памяти, в нейронах, где записано, что ты его видел, оно сразу все включается, сопоставляется, из другой ячеечки выходит, там, может, имя его даже всплывет, иногда бывает, картинка всплывает, а имя не всплывает, потом, имя потом всплывает, это, значит, программное обеспечение памяти, это человек, и дальше есть еще божественная душа, а цадик, это тот, кто праведник, который берет Тору, Тора это от Всевышнего, который дал душу, и он дал программное обеспечение, он говорит, смотри, у тебя внутри есть я, Бог, да, божественная душа, теперь, вот инструкция по применению, как ты можешь свое я, свое самоосознание, соединить со мной, вот тебе инструкция Тора, это, значит, что можно делать, что нельзя делать, а как по-другому, это программный код, так можно со мной соединиться, значит, и начинает цадик праведник, это тот, кто делает вот эти вот праведные вещи, на русском это праведник, тот, кто делает правильные вещи, то, что надо делать, и не делает то, что не надо делать, так что говорит нам царь Соломон, ки адам, потому что человек, пока он адам, пока он человек, он состоит, там это кровь, а дома это земля, пока он мясо и кровь, ки адам, эн цадик варец, нету такого праведника на земле, Потому что пока мы живем в материальном мире, нами управляет вот этот вот интеллект, эти все рептилины, мозг и так далее. Ашер Ясетов в Лоихета, который делает только добро и не согрешил, нигде не ошибся. Он говорит так, что нормально, не парьтесь, говорит. То есть, если вы хотите всегда поступать правильно, не получится. Нету шансов, нету шансов. Поэтому не парьтесь, а старайтесь в меру своих сил, молитесь, просите Всевышнего. Значит, ну, как бы идеала в этом мире нет. В этом-то и как бы суть этого мира. Мы несовершенны, мир несовершенен. Совершенен только Всевышний. И когда мы двигаемся ко Всевышнему, это процесс, в котором не надо слишком, знаете как, все, завтра начинаю тренироваться, буду вести здоровый образ жизни. Вышел, пробежал, значит, сразу одел кроссовки и побежал два часа. Все, потом скоро увезли в больницу. Говорят, слушай, он же там годы не тренировался. Ему надо было вначале пять минут походить, месяц по пять минут ходить. Потом второй месяц ходить по десять минут. Потом третьего месяца по чуть-чуть начать бегать. А он сразу побежал, все, больница. Вот то же самое в духовном. Не надо слишком перекосов. Надо идти постепенно. Как мы с вами идем, мы сейчас делаем, кстати, у нас будет онлайн-школа «Жизнь по Торе» в Вайкре. Именно уже онлайн-школа. Я сегодня как раз разработал структуру уроков. Будет, вот я специально сказал, вначале по каждой заповеди. Мы будем изучать ее, как бы, этой заповеди происхождения в Торе. Это именно могу вам рассказать не очень прям. Только что вот я закончил это описание. Описание. Сейчас мы прям делаем серьезный проект, чтобы можно было именно учиться. По каждой заповеди будет пять видеоуроков по десять-пятнадцать минут. Первый урок – общий взгляд на заповедь и ее корни. Второй урок я сразу делаю. Минимальное выполнение этой заповеди. То, что называется BDL. BDL – это, если уже так сделал, уже выполнил. Не надо сразу прыгать на максимум. Третий урок будет изначально. Как написано в шоконоруке, как надо изначально делать уровень, который вот надо так. Следующий, четвертый урок – это будет лимядрин. Лимядрин – это как, значит, ну вот с кабалой, вот это все, кто хотят быть слишком цадиками. Там будет все, что нужно для слишком цадиков. Четвертый урок. И пятый урок будет – это варианты, как выполняется эта заповедь. Ведь есть хасиды, есть мир ешип, да, литовский. Это такой вот, литовский мир – это как, ну, такие консерваторы, да. И есть восточная община, это те, которые, которые, ну, восточная община, которые из Вавилона пошли дальше, Марокко, там, Тунис и туда, Йемен. И, значит, мы как раз, как раз мы с вами что? Мы с вами как раз и скоро сделаем эти уроки с Божьей помощью, да. Но мы не спешим, потому что не надо быть слишком умным. Хорошо. Теперь у нас сегодня 26 урок. Вчера я пропустил 25 урок. Вот не знаю, как делать. В общем, я сегодня сделаю 25, то, что вчера должно было быть. Значит, из книги про счастье. Значит, 25 совет из книги про счастье. «Энтузиазм и постоянство в достижении цели». Энтузиазм и постоянство. Он говорит так, автор этой книги, что жизнь, она состоит из целей. То есть так Всевышний нас устроил, что мы все постоянно себе что-то придумываем. Как говорил царь Саламон, что глаз не наполнится, ухо, глаз не насытится, ухо не наполнится. И душа человека, она никогда тоже не наполняется. То есть у нас есть все время вот эта жажда, рацион, желание куда-то бежать, что-то хотеть, что-то получать. Вот это вот несовершенство, которое мы хотим запомнить. Так Бог нас сделал. Теперь он говорит, это надо принять. И использовать для счастья. Как это использовать для счастья? Нужно ставить себе маленькие достижимые цели и с энтузиазмом их достигать. И не сбиваясь с пути, постоянно, постоянно двигаться к ним. Уже доказали сейчас ученые, что вот это постоянство, это главный параметр, отличающий всех в мире большие достижения, успехи и так далее. Это все следствие именно постоянства. Но он нам говорит сейчас не о том, не о достижении. Он говорит нам о том, что в принципе жизнь надо заполнить вот этими вот микроцелями, которые вызывают энтузиазм. То есть нужно ставить такие цели, которые у вас вызывают энтузиазм, вам хочется. У меня, кстати, в Академии счастья я разработал такую, вернее не разработал, я использую систему Габриэла Эддингер. ВУП она называется. Это система постановки и достижения целей. Сейчас наука и доказана, позитивная психология, что это лучшее, что есть. Это как раз иллюстрация вот этого совета. ВУП это W, это wish. То есть нужно, прежде чем ставить цель, нужно разобраться и найти свое самое сильное желание. А если уже есть цель, то нужно его как-то связать. Почему это для тебя важно? Потому что нужно двигаться по жизни туда, куда тебя двигает сердце. То есть тебе нужно, ну, с этим надо разобраться, понятное дело. Но счастливая жизнь, это когда ты делаешь то, что для тебя важно и то, что ты хочешь, видишь. Значит, разобрался. Вот я хочу, например, здоровый образ жизни, кто-то для себя решил. Или я хочу знать Тору. Прям хочу. Почему тебе это важно? Буду знать, как правильно жить. Буду реализовать свой потенциал. Буду с Богом выполнять его волю, значит, он будет обо мне заботиться. Все, хочу выучить Тору вообще. Ладно. Дальше. Оу, это ауткам. Ауткам, это цель, результат. И нужно себе поставить на неделю, не надо больше. На неделю, какой-то, вот через неделю буду знать уже одну запамять. Или выучу первый отрывок из, два отрывка из Каэлита, что все эвелевелим на эврите. Выучу все эвелевелим, все пар паров. Отлично. Это ауткам. Поставил. Теперь о, следующее, это обстакал. Это препятствие. И ты сразу садишься и включаешь голову. А что может мне помешать? Какие могут быть препятствия? И ты на каждое препятствие, если будет такое препятствие, ты на это препятствие, значит, сразу же придумываешь обходной вариант, что делать, если оно придет. И после этого, последнее П, это план. Значит, и ты уже планируешь себе эту неделю, четенько учитывая все возможные препятствия, как ты будешь их обходить, ты делаешь себе четкий план. Вот когда ты планируешь по этому ВУП, то ты, во-первых, наполняешься счастьем. То есть ты ставишь такие цели, которые ты можешь достигать. Ты заранее предусмотрел все препятствия. Потом, когда ты их достигаешь, ты радуешься очень сильно достижение этой цели. И идешь на следующий, следующий этапчик, да, небольшой. И это наполняет жизнь смыслом и счастьем. Все, мы сегодня хорошо поучились. Спасибо вам, спасибо Всевышнему. Спасибо Царю Соломону и Равзамиру Коину, который написал прекрасный комментарий. Спасибо Равзелю Буплистину. И спасибо всем друзьям, партнерам, спонсорам Вайкра, которые помогают нам развивать всю эту систему. Спасибо Якову Шатагину, Грише Цибульскому, Владу Косову, всем остальным, кто нам помогает, всем партнерам, спонсорам, друзьям, чтобы Всевышний благословил вас и дал всем участникам урока Вайкра, дал большие-большие ресурсы материальные, духовные, энергетические для того, чтобы служить Всевышнему и делать добро. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью встречаемся завтра. И продолжаем наше учество.